Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Coffee in People. Новогодние праздники прошли, и с вами, как обычно, Ярослав и, как обычно, Нариман. Мы продолжаем серию дегустации. Наконец-то мы доели все наши салатики, все наши мандаринки, конфетки. И мы возвращаемся к кофе. Мы продолжаем веселый столик. Я уже прям хочу достать его. Достань его. Покажи, что мы сегодня будем дегустировать. Угадайте, угадайте, угадайте. Угадывайся. Не угадали. Паулик Арабика. Пау-пау-пау-пау-пау. Итак, немножко истории, да? Да, все знают, что его готовит Густав Паулик. Сам лично. Вообще, такое знаменитое имя Паулик. Вот детей. Паулик называют. Паулик, Паша Паулик. Знаете, если вы называете своих детей Паулик, то это в честь Густава Паулика. Это на самом деле предприниматель, бизнесмен, очень классный человек. Мы его лично не знаем, к сожалению. Но мы знаем, как он кофе делает. И, я думаю, Нариман сейчас расскажет более подробно про историю его семьи. Все очень интересно. На самом деле, Густав Паулик с 1876 года, он переехал с Германии в Финляндию. Он обычный предприниматель. Он начал просто перепродавать сначала товар, в том числе и кофе. Но в конце 19-го столетия он открыл свой собственный цех по производству и обжарке зерна. И, к сожалению, так вот случилось, что в начале уже 20-го столетия господина Густава Паулика не стало. И его дело продолжила супруга. И вот спустя 50 лет после основания, скажем так, предпринимательской деятельности... По перепродаже? Да. Но именно не перепродаже, а именно по открытию... Не цеха, а именно, да, перепродажа, да, все правильно. Именно по перепродаже, спустя 50 лет, это где-то 27-е годы, основал знаменитый вот этот вот вкус Паулик Президент. Но мы сегодня не о нем, мы сегодня будем рассказать про Паулик Арабика. Паулик Арабика, на самом деле, это смесь нескольких сортов бразильской арабики, то есть здесь 100% арабика, на несколько сортов. И, наверное, каждый пробовал, если кто-то не пробовал, пробуйте, он подходит и для кофейных напитков из молока, но просто эспрессо арабика. Ну, короче, ничего удивительного. Но я хочу немножко... О, кстати, здесь даже написано 1876 год, год основания, интересно. Хочу немножко добавить лично от себя про кофе Паулик. Он был раньше совершенно другой. В 2011 году, если я не ошибаюсь, компания Паулик открыла свой собственный цех на территории России. Поэтому, то есть для нас, для стран СНГ, увы, так сложилось, идет, к сожалению, теперь российского производства. Ну, может, не к сожалению, можно вообще перейти. Может быть, и так. Сейчас мы его попробуем. Да, сейчас, как говорится, вскрытие покажет. Вот, поэтому мы надеемся на самое, конечно же, лучшее. А, к сожалению, финского нет, но будем довольствовать всем, что есть. Вот. Поэтому, погнали, приступаем. Мы, конечно же, не сказали вам, что мы будем заваривать традиционными способами, но вы и так это, конечно же, знаете. Итак, традиционно ножнички, традиционно почечка. Ярослав, ты можешь спать сегодня спокойно, потому что я перережу горло полностью. Да, мы сейчас будем шутить. Ммм, какой запах. Ух ты. Это, наверное, может быть, просто я уже соскучился по вкусу, по аромату кофе за эти последние две недели, потому что не только мандаринки, запах и, скажем так, присутствовал рядом. Да, и оливье. Классный запах. Сейчас шутки пойдут про то, что эта рассласовка прошлогодняя. Но, тем не менее... Это, на самом деле, к ним на ремонт не прошлогодняя, прошлое десятилетие. Даже так, да. Ну, это выдержка прям какая-то. Слушай, чертовски неплохо он пахнет. Я не знаю, либо я действительно соскучился. Я далековато стою, но мне... Да, мне тоже... Давайте сыпать, да. Сыпай. Сыпай, сыпай. Вы так просили, Павлик, получайте. Блин, ну, интересный. Действительно, очень интересный, забавный у него, во всяком случае, аромат. Вот, что-что. Я прям кайфую. Может быть, я... Может, действительно я соскучился? Но надо пробовать. Итак, по зерну. Светловатая обжарка. Ну, арабика, конечно, она не будет темной. Это понятно, мы не для эспрессо все-таки ее сейчас, как бы, дегустируем больше. А именно для таких традиционных, обычных наших любимых способов. Что у нас здесь? Ну, арабика светлая, обычная. По запаху очень прикольно. Знаете, какая? Вот действительно здесь. Ты что, высморкался туда опять? Нет. Черт, она шоколадная. Она такая классная шоколадная. Прям такая вот, как горький-горький шоколад. Ребята, хочу попробовать, действительно. Я хочу это попробовать. А вы? Ярослав, а ты? Мне тоже. Я на самом деле, мне надо понюхать. Жди. Нет, я не знаю. Давай. Сейчас. Сейчас он за кадром. Пока вы можете увидеть мое милое лицо. Ярослав. Пахнет, да. Неплохо. Может быть, здесь такой концентрат кофеин. И, может быть, поэтому вот сейчас, да. Ну, да. Пахнет очень хорошо. Вот именно, когда ты открываешь ее. Вот это, наверное, даже лучшее то, что пахло из всех того, что... Или из пачки. Вот. Вот из пачки. Из пачки, возможно? Вот из пачки, вот, да. А, из чашки мы еще... Может быть, просто это... То, что здесь килограмм кофе. Мы же обычно не килограмм открываем, а полкило. Мы же, наверное, по-моему, первый раз открываем килограмм. Давайте похлопаем нам. Всем спасибо. Да, да, да. Мы открыли килограммовую пачку. Ну, да ладно. Хватит. Давайте будем начинать. Будем, давайте. Мы будем шалперимол делать. Субтитры сделал DimaTorzok Пилинь-пилинь мы приготовили традиционными способами в турке, в моке и в болгарке. Начинаем с турки? Да, давай. Быстренько пробежимся, что у нас. Аромат. Не такой, как был из пачки. Это более насыщенный аромат. Здесь я хотел сказать тоже кислиночка и, вы знаете, что уксус мне отдает? Может, я турку мыл уксусом? Чашки. Чашки полоскал. Черт возьми. Какие разные разносторонние запахи. Аромат из чашки, он, короче, кофейный такой. Обычно ничего, естественно, обычная чашка. Ну что, пробуем? Пробуем. Кофеманы, мы любим вас и за вас. На вкус хорош тем, что здесь хоть и арабика, как заявляет Паулик, ну, Паулик арабика, со вкусом арабики, но на вкус самое интересное, что вот этой вот кислинки нет, а на запах, вот я как сказал, фруктово-ягодная кислинка. Я знаю, что скажу, Нариман, может, я ошибаюсь, у меня ощущение, как будто бы он не доварился, несмотря на то, что в турке-то поднято, там шапка поднялась и все. А вот он какой-то водянистый, может быть. Это не чувствую водянистости, я чувствую просто, что он вот арабика, ну, и мы по обжарке посмотрели. Я тебе скажу, знаешь, у меня ощущение, что я чашку пью. Вот турка как-то так, слабоватенько. Не знаю. А мне понравилось. Мне понравилось тем, что он не крепкий. А обычно у нас нет. Чего? Воды. Пара-пара-пам. А тем временем. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Итак, кофеманы, нет, водоманы за вас. Ммм, ароматно. Кипяченая водичка, ух, какая она кипяченая, кипящая. Вот на самом деле надо будет нам разобраться еще в воде, какая вода идеальная для кофе. Потому что это, знаешь, как основа. То-то и еще. Основной ингредиент. Ну, как вот наравне с кофе, наверное, вода имеет значение. Интересно. Конечно. Ну что, давай. Так, у нас что? Мока. Мока, да. Ну, кислинка еще более проявилась, чуть подостыл. Мммм. Черт возьми, вот здесь прикольно. Мы заварили, то есть, получается, в мока, и вот здесь чувствуется именно крепость. Вот в мока, можете посмотреть предыдущие видосики, здесь будут всплывашки. Почему-то я всегда в мока чувствую именно вот крепкую горчинку, как будто, черт возьми, рабу ступью. Да. А вот тут... Я даже кислоту сейчас вообще не ощущаю. Здесь сейчас, нет, я вообще говорю, в принципе, что обычно в... обычно мока больше раскрывает кислоту и горечь. Если с кофе что-то не так, вот он в мокре раскрывается всегда. В восьмом случае у нас так получается почему-то. Ну? Ну, не. Нас так долго просили попробовать Паулик. И вот он, тот миг разочарования. Если это был бы финский, то мы бы здесь все просто бы... Мы бы просто бы офигели от качества. С ума с ума сошли. Мое мнение такое. Давайте. Честно, я хочу сказать вот честно. Я ни хрена не понял, что я сейчас попробовал. Причем ни хрена не... Ну, не то, что ни хрена не понял, в плане того, что... Что это? А в плане того, что я не могу определиться вот реально с оценкой. Я не могу поставить, Ярослав, объективную оценку здесь. Давай, сейчас я скажу. Давай. А потом ты попробуй. Для начала. Вот это... Одинаково. Турка и чашка, они нейтрально-кофейно-водянистые. Никакого четкого аромата я не чувствую здесь. Турка чуть-чуть в концентрировании, потому что она все-таки варится, готовится кофе. Он пропекается, подваривается. Чашка это вообще просто. Как будто бы помыли чашку из-под кофе и вот вставили кипяченую воду. Мокро. Еще раз я. Чувствуется кислота, кофейного вкуса особо-то и нет. Короче, такая вот... Это хуже леба. Ребята, это хуже леба. Нас обвинят, что мы двигаем, но... Для меня это... Я тоже не понял. Я честно, я сейчас еще раз попробую, пока Ярослав заканчивает свой вердикт. Ты уже как бы закончил. Моя оценка этого дела будет... 5. 5. 5,5. 5. 5,5. 5,5. 5,5. Это не дотягивает до леба. Леба это твердая крепкая шестерка. Это не дотягивает до леба ни по вкусу, ни по аромату, ни почему. Ну, пятерка. 5,5 баллов. Я тоже оценил бы в 5 баллов, поставил. Я бы хотел очень с удовольствием, с большим удовольствием продегустировать именно финский Павлик. И сравнить. Да, и сравнить. Сравнить вообще, взять вот эту пачку. Потому что Павлик именно финский, я уверен, он действительно крутой, он классный. Но вот Нариман тоже, и, ребята, я все время не устаю повторять. Если у вас дома стоит автоматическая кофемашина, которая делает вам понажать вот кнопки ватте, капучино, там, эспрессо. На самом деле, уже тут, ну, как бы, можете Павлик туда сыпать. Ну, хуже, это не жокей, который вам испортит вкус, перегаром каким-то таким вот кислотой, излишне все. Действительно, отряд с какой-то стороны на все смотрит. Да, это нейтральное зерно для приготовления в кофемашине. А если вы еще и руками там что-то взбиваете, и вы там боритесь, то это кто? Давайте еще учтем то, что все-таки здесь 10 долларов за пачку, кстати. Это, ну, за килограмм. То есть, на самом деле, это, ну, относительно недорого. Может быть, вполне он как бы... И, то есть, давайте, опять же, если будем сравнивать 10 долларов, да, то есть, тот же 10 долларов практически стоит жокей, да, то есть... Ну, а жокей-то троечка, мы-то и оценили. Да, да, то есть, как бы, от 10, я же говорю, смотря с какой стороны посмотреть на сравнение кофе. То есть, как бы, это не московская кофе на полях, то есть, да, даже близко не стоит. Да, да, то есть, ну, если, опять же, отчитывать, то есть, брать точку отсчета от жокей, то, понятное дело, это интереснее. Вот, поэтому, средняя оценка, я вот здесь вот просто вот с Яриком соглашусь. Пять. То есть, реально, пятипу... По-десятибалльной. А то еще, такие... У-у-у, по-пятибалльной, о-у-у, так это же и талон. Нет, по-десятибалльной. Вот, в системе. Поэтому, да вот, пара-бара-пам... Ну, это прошлогодняя, может быть, просто, просто прошлогодняя пасть. Из прошлого десятилетия пасть, мы ее достали. Поэтому, на самом деле, да. Поэтому, ребята, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете вообще про Павлик. Нас просили, мы продегустировали. Что вы сами думаете про Павлик, как вы его завариваете, какое именно вы пьете, расскажите. И вообще, расскажите, что бы вы хотели, чтобы мы следующее попробовали, потому что... У нас там просили что-то, Бористу просили. Бориста там, по-моему, Лавац, и даже у кого-то там проскальзывало. Но как бы ловаться, ловаться Но тут уже тоже интересно на самом деле Ловаться столько лет Если кофе, то значит ловаться Интересно, так оно или нет на самом деле Потому что ловаться выбор очень большой Поэтому напишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели Чтобы мы следующее продегустировали Ну все, и мы будем прощаться Ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь Колокольчик звоните И ждите следующее видео Спасибо большое, ребята, мы любим вас Счастливо, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok